Всем привет, ребята! С вами Шэмби, и сегодня мы продолжаем играть в такую игру под названием Bendy and the Ink Machine, или же Bendy Чернильная Машина. Не так давно мы с вами закончили изучать игру в плане тайных посланий, которые можно увидеть через зеркало, а также провели два стрима, на которых мы попытались получить серый фильтр. Ну и кстати, на втором стриме у нас практически получилось. Чтобы попасть на один из таких стримов, подписывайтесь на канал с колокольчиком, тогда вам будут приходить уведомления из сообщества, где я чаще всего анонсирую стримы. Сегодня же я вам покажу демо-версию игру Bendy and the Ink Machine. Давайте я для удовольствия буду называть эту игру Батим. Всё-таки мы все тут понимаем, что значит сокращение Батим, поэтому, наверное, я всё-таки буду называть эту игру так. А то Bendy and the Ink Machine, Bendy и Чернильная Машина, ну слишком как-то это официально, сложно и долго. В общем-то покажу вам демку, которая была загружена на GameJoel. Как раз-таки там игра вышла вообще впервые, до выхода в Стиме. Я, честно вам признаюсь, прочитал все вот эти вот посты, Зимитли, которые он писал 6 лет назад, 5, 4 или около того, когда ещё не вышла третья глава и четвёртая. И, блин, я не знаю, вот очень жаль, что тогда я не засёк вот такого вот как бы хайпа этой игры и не следил за этими новостями на как раз-таки GameJoel. Я очень часто в этом видео буду называть игру, точнее этот сайт TheGameJoel или что-то подобное, но хотя сайт этот называется GameJoel. Так что извиняйте, очень много постов я прочитал, очень круто. Я даже, наконец, нашёл те самые конкурсы артов к первой и второй главе, а также вроде к третьей, или к третьей не было, точно не помню. Ну это очень круто, блин, я бы очень хотел поучаствовать в таком, в чём-то подобном, потому что сейчас у меня уже есть какие-никакие навыки рисования, навыки монтажа, и очень было бы интересно мне чем-то таким позаниматься. А также рассмотрим ачивки, которые были, собственно, на этом самом GameJoel. Они сильно не отличаются от основных ачивок, но самое главное, что за них давались XP. На GameJoel это как бы такая валюта или нет, или я не совсем понял. Но в общем, я не знаю, что эти XP дают, возможно, какие-то ачивки, которые типа видно в профиле или что-то подобное. Как-то так это работает вроде бы. Я сам вообще впервые зарегистрировался на GameJoel, получил там какие-то два достижения, выполнил какие-то странные ачивки, у меня появились какие-то заряженные сферы, в общем, непонятно. Давайте, пожалуй, перейдём к ролику, приятного просмотра. Так, значит, первое отличие, что я вижу, это такая выделяющаяся надпись DEMO, прям под игрой. Ну, понятное дело, всё-таки это демка, а так в целом пока вообще не отличается, как будто бы в оригинал зашёл, ну, только вот единственная приписка DEMO. Вот. Ну, если замазать, то в целом оригинальная игра. Погнали посмотрим, что изменилось вообще, что по-другому. Вообще, у меня стоит русский язык, почему-то это не перевелось. Хотя вроде и в оригинале оно там не переводится, с этим русификатором говняным. Let's go, let's go, посмотрим. Я очень надеюсь, что хотя бы что-то доизменится, потому что если это будет просто первая глава, то в целом такого ничего интересного не будет. Но посмотрим, вдруг что-то доизменилось. Глава первая, движущиеся картинки. Ага, ну это мы всё смотрели. Во-первых, яркость бы побольше. У меня в целом там в оригинальной игре яркость 90 где-то так выкручена. Ну, пока что, да, обычная игра, пока что. Эта штука, понятное дело, не достаётся, которая на правую кнопку мыши, зеркальце вот это. Всё на английском, кроме вот этих вот надписей, которые квадратиками зависшие, блин. Да. Кстати, вот этого бандика вроде не было там. Я просто сюда очень часто смотрел почему-то. Вот на этот столик, по-моему, там этого бандика не было. Или был. О, здесь банки с супом есть. Смотрите. Возможно, мы даже за это сможем какую-нибудь ачивку на The Game Joelt заултать. Хотя, вроде как, их оттуда удалили. Я не знаю, просто там есть оригинальная игра тоже на The Game Joelt. Точнее, Game Joelt. Вот, там, там, в общем-то, есть, были какие-то достижения, мы их тоже разберём. Все, понятное дело, потому что, ну, там, в целом, не очень отличающиеся, но за них ещё и XP дают. Какой-никакой. Тоже посмотрим. Игра стоит 19 долларов на Game Joelt. Почему Joelt? Я не знаю, у меня привычка почему-то говорить The Game Joelt. А на самом деле там говорится Game Joelt. Какая-то привычка такая некая, неприятная. 19 долларов, это вы представьте, это больше 1000 рублей. Даже больше 1500, наверное. Это жёстко. Если игра в Steam стоит... Недавно вообще на неё вроде скидка была, она рублей 100 стоила. Если не меньше. А сейчас... Рублей 300-400. Ну, обычная такая игра. Steam-овская. А там 1000 рублей. Откуда такие деньги? Я понимаю, что там, конечно, за версию для Linux, версию для Mac. Но не настолько же дорого. Ядрём, батон. Серьёзно. Как-то это всё-таки странно. Так дорого продавать. Там в целом... Что там? Только три версии и ещё один Steam-овский ключ. То есть буквально ты покупаешь Steam-овскую игру и одновременно ещё три zip-архива с какими-то частями игры. Так, подсказка. Найти электростанцию. Ну, пока что вообще ноль изменений. То есть... Ничего такого. Dunger Keep Out. Ну да. В целом та же игра. Вот эти штуки, я не помню, здесь были, нет? Вроде да. Я просто каждую детальку пытаюсь смотреться. Вот так вот попробовать понять, может всё-таки что-то изменилось. Я хочу ещё попробовать на эту игру русификатор установить. Она просто находится в отдельной папке такой. И в целом это немного другая игра. То есть не из Steam, а именно из GameJoyle. Ну вот, я как бы нажал, вроде никакой ачивки не получил. За вот это вроде должна была быть ачивка. Стоп, что это было сейчас? А, это просто размытие такое. Я подумал, у меня... А, там свет, кстати, пропадает. Нет, типичные баги, типичные баги. Хотя в игре самой я такого не замечал. Возможно просто... Только в демке такое. Пока вообще ничего такого. Так, здесь супчик. Супчик я просто так соберу, вдруг. Чего? Вроде тут только первая глава должна быть. Второй не должно. По сути. Олли, да. Фрэнкс. Всё ещё свалят отсюда. Да, здесь в целом. Ничего такого. Думал, может какие-нибудь части локации или что-то подобное будет изменено. Но пока что не вижу, пока что не вижу. Стандартная первая глава в целом. Супчик, супчик. Русификатор также сегодня мы разберём. Попробуем установить. Если не получится, то, ну, жалко. Вот. И чё ещё? Я здесь. И ещё попробуем... Ну, точнее, не попробуем, а разберём в целом достижения, которые должны были быть на The Game Jueled. Опять The Game Jueled. Не обращайте внимания, ребят. Мне почему-то так легче называть. Было бы прикольно, если бы здесь была такая старая вот эта моделька Альфа Бориса, или как-то он там так назывался, или Бетта Борис. Или как его папочка там ещё называли, или... Типа того. Я, насколько знаю, за достижения в Game Jueled ты получаешь XP, по сути. Это такой отдельный баун, который тебе что-то там даёт, или не даёт, не знаю. Возможно, прямо сейчас я получаю какие-то достижения, но вообще должен быть звук. Такой определённый звук, который мы тоже разберём чуть далее. И получение достижений. Но пока... Ничего такого. Не слышу. Вот. Как-то так. Ну-ка, Бэндик. Не, не появился. Он вроде чуть потом появится, когда надо будет идти за рычагом. Да, кстати, смотрите, я вот так из-за угла. Я вижу свет моргает. Ну, не моргает, а пропадает. В оригинале я такого не видел. Как будто бы и не было такого в оригинале, нет? Нету такого ощущения. Кстати, надо предметы бы собирать, а то я что-то просто пробежался. Кто смеётся теперь? Ещё хочу посмотреть комнату Зимитли. Вряд ли она тоже чем-то меняется. Возможно, они просто скопировали... Типа оригинальную какую-то первую главу. И просто её вставили сюда. Но пока что изменений как таковых не вижу. А жаль. Было бы прикольно. У меня ещё есть. У меня есть вообще старые версии игры. Мы их тоже все посмотрим. Мне прям очень интересно, как выглядела старая версия этой игры. Вряд ли я смогу найти прям такие древние-древние, которые были прям... При выпуске игры. Но, возможно, и даже их найду. Блин, кстати. Вообще. Я думаю, можно же совместить демку и оригинал. Если как-то там поработать с файлами игры... То можно как-то это сделать. Возможно. Если закинуть в демку какие-то свои файлы сторонние. Может и можно. Хотя странно бы было тогда, наверное, да? То есть можно из демки сделать оригинальную игру. Стимовскую. О! Появился. Даровчик. Даровчик, даровчик. Этот все-таки тут тоже есть. То есть пока... Пока что. Стандартная версия. Было прикольно, если бы я сюда что-то добавил стороннее, чтобы... Интереснее было. Но я не знаю, как это делать, к сожалению. Так что показываю вам, как есть. А, сейчас нужно рычаг нажать. Реально, представьте, если бы я сюда сейчас Бенди добавил просто, который на меня бежит. Но я не знаю, как это делать. Паутинка тут. Вот как-то я пытаюсь, видимо, всмотреться и пытаюсь заметить какие-то отдельные вещи, которых не было в основной игре. Здесь Зимитли был, но он только с помощью этой штуки смотрится. Я думаю, кстати, эту штуку тоже можно через файлы как-то добавить. Которая... Зеркальце, вот. И возможно, даже здесь есть... Раз это скопированная полностью игра. Точнее, первая глава. Возможно, здесь даже эти штуки есть. Которые только через зеркальце смотрятся. Сейчас врубаем машину. Должен выключиться свет. Это стандартные такие мувы в этой игре. Вот это похоже, кстати, на окно. Хотя это вроде вентиляция просто. Так, посетим Зимитли. Ну-ка. О, здорово. Да, тут в целом ничего не поменялось. Всё так же он стоит здесь. Зимитли как Зимитли. И следы здесь тоже такие же. И Бендик. Здорово. Приветушки. Да, тоже бежим. За мной пока никто не бежит. Ну, понятное дело, здесь и так. Никто за мной не должен бежать. Ну-ка, будет ли оно ломаться? Да, так же ломается, так же всё затапливается медленно. Закрывается, ломается. Но да. Тупу сейчас вот тут прорвёт. Пока что вообще ноль. Да и вряд ли будет, на самом деле, что-то. И сейчас проваливаемся. Ну да, вряд ли бы мне дали выйти просто. Было бы прикольно, если бы можно было выйти, и другая концовка была бы. Но нет. Пам, пам. Ой, кстати. Я только что заметил. Мы при падении получаем урон. То есть мы падаем, получаем урон, съедаем банку супа, и у меня сейчас камера вот эта вот перестала быть чёрной. То есть, соответственно, я похилился. Прикольно. Кстати, здесь есть задание найти и повернуть вентиль. Я не помню, в оригинальной игре есть ли такое. Но есть чё-то у меня такое подозрение, что да. Я думаю, вряд ли всё-таки хотя бы чем-то отличается демка от официальной игры. Ну, кроме как, соответственно, тем, что в оригинальной игре есть все главы. Демка, я думаю, это как первая глава, то есть просто демонстрация, ну, демка, естественно. Демонстрация первой главы. Вот, и, соответственно, вряд ли первую главу как-то меняли бы под демку. Так, так, так. Но это, кстати, тоже вот плюс в том, что эта игра, она отдельно сохраняется в папку. Прямо в том месте, где находится официальная игра. То есть, в папке с официальной игрой появляется отдельный раздел, отдельный раздел такой. Bending the Ink Machine Demo. Вот, и это прикольно. То есть, всё сохраняется именно прям в папку с оригинальной игрой. Крутяк. Банка с супом. Ну, я ничего, естественно, не получаю. Ну, да ладно. Блин, прикиньте, я сейчас в официальную игру, типа, оказывается, играю на все... Ой, блин. Bending the Ink Machine, thank you for playing the demo. О, получается, спасибо за игру в демо. Сбеги из студии и разблокируй полную версию. Хорошо. Ну, и, короче, сайт написан, где можно получить полную версию. Complete Edition. Окей, прям так. Ну, и вот единственное, ещё тоже табличку видели. Такую интересненькую. В целом, игра не изменилась. Ну, а сейчас попробую установить на неё русификатор. Тоже протестируем, работает ли он здесь. Потому что этот русификатор качается в отдельную папку с игрой. Соответственно, попробую установить. Вот здесь я вам, как и говорил, в папке Local Low есть папка JoeyDrew. И здесь есть обычная Bending the Ink Machine. А есть Bending the Ink Machine демо, то есть при заходе в игру здесь образовалась папка. И вот здесь есть то же самое, тоже Unity и Saves. И вот мне интересно, если я сделаю вот так вот. Сейчас. Копировать. И сделаю потом... Ой, не, не сюда. Вот сюда. И сделаю вот так вот. Мне очень интересно, что будет, если я сейчас зайду в игру. Не, как можете заметить, сохранение... Там вообще нет выбора сохранения, кстати, я только заметил. То есть нет выбора новой какой-то части. Мы всегда будем именно с первой главы начинать. А жаль, жаль. Жаль, что так получилось. Ладно, ребят, перейдём, наверное, к достижениям. Там они в целом не сильно отличаются от официальной игры и от стимовской версии. Там только их меньше чуть-чуть и... Есть несколько интересных фактов. Что ж, давайте перейдём к ачивкам, пожалуй. И, в общем, к интересным фактам о игре именно на GameJoel. До того, как две первые главы игры были удалены из GameJoel, достижения, о которых я вам сейчас расскажу, являлись трофеями. И каждый давал определённое количество очков XP. Всего было доступно 11 трофеев для разблокировки. Сразу хочу показать звук, с которым выдавались эти ачивки. И, как по мне, они выглядят... Ну, точнее, этот звук именно звучит очень даже интересно. И было бы прикольно увидеть что-то подобное в стимовской версии. Ну, вернее говоря, услышать. Первое достижение даёт 5 XP. Достижение называется «Собирая осколки». Нам нужно, скорее всего, собрать те самые 6 предметов, которые нужны для включения чернильной машины. Достижение «Привет, Бенди!» даёт тоже 5 XP. И мы его получаем, ну, собственно, как и в самой оригинальной игре. Мы его получаем, когда проваливаемся под пул, убегая от Бенди в первой главе. Достижение «Моя любимая песня» также даёт 5 XP. Получаем мы его, когда сыграем во второй главе, получается, любимую мелодию Сэмми. И достижение «Верующий» тоже даёт 5 XP. Это вообще бронза получается. Такой вот кубочек. Это достижение получается, когда мы сбегаем от Бенди во второй главе, после того, как нас отпускает Сэмми, и мы добегаем до комнаты, около которой лифт. Хранилище там S6 или что-то подобное. Я не помню, как оно называется, простите. Достижение «Настройщик Лада» странно на самом деле. Как бы за него даётся 10 XP и такой вот серебряный кубочек. Хотя в целом это достаточно лёгкое задание. То есть просто нажать на музыкальный проигрыватель в первой главе, той вот этой вот маленькой коморке, где он находится как раз-таки. И в целом ты просто получаешь это достижение. Странно как-то. В целом оно лёгкое. Даже тоже достижение «Собирая осколки», допустим, можно было бы присудить тогда к 10 XP. Достижение «Так-так-так-так-ту» — это у нас получается тоже за включение музыкального проигрывателя, но уже во второй главе, который находится в офисе Сэмми Лоуренса. За достижение «Так-так-так-так-ту» мы получаем тоже серебряный кубочек и 10 XP. Разбитое сердце Джонни, тоже получаем серебряный кубок, 10 XP. Тут, думаю, даже объяснять не надо, просто нужно 5 раз сыграть на органе. Достижение «Создатель» мы получаем, когда попадаем в комнату Замитли в первой главе. Ещё когда он говорит «О чёрт, что это такое?». Но за это мы уже получаем 15 XP и отдельный такой золотой кубок. И также «Человек за занавесом» мы получаем, когда находим Замитли во второй главе, получаем тоже золотой кубок и ещё 15 XP. И последние два достижения. «Созывай группу» — это за сбор всех бэндиков на сцене. Если вам интересно, каких бэндиков, можете посмотреть видео про все ачивки в Стиме. Там есть отдельная такая ачивка «Созывай группу» во второй главе. За него мы получаем алмазный такой, как бы говоря, алмазный кубок и 20 XP. Алмазный, он в целом практически не отличается от серебряного по виду, но чуть-чуть у него меняются тёмные цвета, вот именно тени, они меняются на такие более тёмные. Из-за этого, судя по всему, они думали, что это будет выглядеть как алмазный кубок, но на самом деле, не знаю, похоже на серебряный, но просто более отполированный, возможно. Ну и достижение «Канадский бекон» мы получаем за сбор всего бекона во второй главе, ну, точнее, банок супа. Получаем 20 XP и тоже алмазный кубок. Ну, я так предполагаю, что это алмазный, возможно, это, не знаю, какой ещё, свинцовый, хотя свинец вроде дешевле, чем серебро. Ну, не дешевле, а хуже, типа того. Не понимаю, короче, ну, я буду считать, что это какой-то алмазный, сверхкрутой, платиновый, вот, точно, платиновый, вот, платиновый кубок. Типа того, не знаю. Пройдёмся по интересным фактам. Название достижения «Привет, Бенди» также используется для хэллоуинского мода кроссовера, который называется «Хэллоу, Бенди». В нём совместили «Привет, соседа» и «Бенди», собственно говоря. В него я ещё не играл, но в целом, в будущем, я думаю, мы с вами поиграем. Также до обновления игры, до версии 1.3.1, достижение «Слыша голоса» было невозможно получить из-за какого-то бага. Судя по всему, какие-то из журнальчиков не нажимались. Соответственно, достижение получить было невозможно. Одно из достижений пятой главы под названием «В ад и назад» является отсылкой на цитату из записи Томаса Коннора в третьей главе, в которой он говорил о неисправном лифте. Имеется в виду та самая надпись, которую мы встречаем, как только спускаемся к Алисе на девятый этаж. Вот там вот запись есть Томаса. Томас, если кто не понял, это Том, тот самый, который в пятой главе нам встречается, да и в четвёртой тоже в конце. Который без руки такой, ну, похож на Бориса, в общем-то, я думаю, вы его знаете, если вы проходили игру. Просто, я думаю, не все поняли, что Том это не Борис, потому что я вначале тоже думал, что это Борис, но потом уже всё-таки понял, но я думаю, не до всех это дошло. Название достижения «Да будет страх» является пародией на народную песню «A Hunting We Will Go». Название достижения «Goldbreaking» является уничтожительным эфемизмом, ну, вот, сами можете прочитать, относящимся к лене. Просто не совсем понимаю, что тут имеется в виду именно. Название достижения «Прямо как мама готовила» отсылает к цитате с плаката «Супа с беконом». Это, я так понял, имеется в виду, наверное, тот самый плакат с беконом из первой главы. Да и в целом там где-то ещё он вроде был, точно не помню. Но вот по воспоминаниям именно в первой главе я его видел. На этом в целом по достижениям и по играм с GameJoyed всё, потому что мы изучили в целом, получается, все достижения и, в общем-то, все аспекты этой страницы с достижениями. Так что на этом, я думаю, мы заострять внимание больше не будем. Поищу ещё для вас какого-нибудь интересного материала по Бенди, который вы, возможно, знали или не знали. Я-то откуда знаю. Ну а с вами был Шамби, спасибо за то, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до новых встреч и всем пока.